приветствую вас на канале волны с дизайн в этом видео давно обычный мастер-класс 3d розы и конечно же в сочетании залипательного градиентного френча прежде чем создать это видео я перепробовал очень много материалов и техник и далее самые самые фишечки способ и материалы для воплощения этого дизайна ноготки смоделировала молочным полигелем на верхней формы там где у меня будут розы на среднем и безымянном у меня прям тоненькая тоненькая подложечка то есть если мы делаем это на натуральных ноготках ничего не должно быть кроме тонкого слоя базы чтобы не создавать лишний объем на палитре у меня плотные гель-лаки розовый нюдовый и белый тонким но плотным слоем перекрываю весь ноготок нюдовым гель-лаком это необходимо для того чтобы у нас не было никаких проплешин когда мы будем спиливать эти объемные лепестки просушила 30 секунд розовый немножко смешала с нюдовым и нарисовала небольшой кружок миллиметра 2 в диаметре в центре зафиксировала его 10 секунд в лампе и затем уже любым прозрачным гелем для моделирования наставляю небольшую каплю в центре и каждый элемент обязательно промежуточно фиксируем в лампе гель можно 5-7 секунд а гель-лак плотный минимум 10 секунд первую эту каплю геля самой маленькой она буквально миллиметры к и высоту тоже совсем небольшая ее зафиксировала прорисовала с двух боков розовым гель-лаком лепестки затем опять слой геля чуть шире и чуть выше и опять лепестки только уже чередую их расположение цвет гель-лака тоже точно также с каждым шагом домешиваю сначала он был розовый потом до мешала нюдовый потом нюдовый будем смешивать с белым чтобы он с каждым шагом становился светлее вот этими короткими лепестками мы изначально делаем бутон буквально два-три раза мы гелем круглые обмотали следующий третий четвертый слой когда мы уже начинаем накладывать гелем мы как бы обматываем вот этот центр но делаем его уже треугольничком если вы замечали у розы лепестки идут как под такими углами как треугольником фиксируем в лампе гель обводим этот треугольник и следующий слой раскрашиваем чуть более светло нюдовом и чередуем вот эти треугольники если нас в этом месте на предыдущем слое был угол значит на следующем слое у нас угла не будет он как раз будет промежутки то есть мы поворачиваем постоянно вот этот вот треугольник гелем я нанесла сначала один угол бортик зафиксировала 5 секунд гель-лаком его обвела затем следующий наношу гелем угол фиксирую 5 секунд и закрашиваю этот бортик гель-лаком фиксирую 10 секунд и наношу следующий угол этот гель треугольник можно наносить за один шаг то есть сразу треугольником нанесли и сразу обвели одним цветом гель-лака и все так может быть быстрее но менее эффектно именно когда наносим отдельно каждый угол получается действительно как настоящий розы вот этот лепесток еще очень интересно если у нас немножко отличаются оттенки то есть по светлости они одинаковые по тону ну чуть где-то больше розового где-то больше нюдовую или как вот чуть темнее в центре таким образом лепестки более натуральные получается больше похоже на настоящую розу для данного дизайна необходимо брать плотные гель-лаки чтобы хорошо все прокрашивалось лепестки эти не просвечивались либо гель-краску смешивать намешивать вот эти вот цвета но еще такой нюанс чтобы ускорить этот процесс можно использовать фонарик но здесь маломощные фонарики маломощные лампы могут дать форс-мажор в виде скукожившегося гель-лака и так лепестки мои розы дошли уже до свободного края то есть на ногте осталось буквально там по 5 миллиметров здесь я уже наставляю прям большие такие капли геля и у меня уже из нюдового с белым намешан практически какой-то такой кремовый цвет им я закрасила свободный край и вверху довела до кутикула гель буквально не довожу до боковых валиков и до кутикулы какой-то миллиметрик потому что вероятность что он туда затечет потому что мы делаем эти бортики очень высоко и выпилить его оттуда будет очень сложно заключительный лепесток на свободном крае я сделал примерно по форме френч он не должен быть сильно ровным чуть-чуть закрасила более темным гель-лаком чтобы получить такую небольшую размытую границу и вот этот кончик свободного края закладываю гелем гели не нужно наваливать слишком много и не нужно жалеть у боковых валиков прям видно вот эти наплывы спиливать прям будем буквально половину по миллиметру точно средне густой базы прокрашиваю ноготок это необходимо для того чтобы сделать плавный переход кутикуле и у боковых валиков и если где-то есть дырочки от пузырьков воздуха в геле то базы их все заполнит и пилим пилим прямо много ноль сильно не увлекать чтобы не спилить лишнего пилим там много и хорошо пока не понравится нам узор этой розы вытираю от пыли если необходимо пилочками можем подровнять торцы можем гель-лаком прокрасить и я перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости просушиваем и ноготок готов для градиентного френча использую тот же белый и тот же самый нюдовый плотные гель-лаки нанесла на палитру круглой кистью шириной 2 миллиметра с левой стороны до середины ноготка наношу нюдовый гель-лак с правой стороны белый и растушевываю в сторону нюдового перемешивая делая плавный переход не просушивая гель-лаки посыпаю прозрачной мелкой акриловой пудрой стучу по пальчику чтобы излишки пудры осыпались и отправляем в лампу минимум на 30 секунд после просушки жесткой щёточкой очищаю от остатков пудры и дублирую слой делая плавный градиент на втором слое по акриловой пудре получается идеально плавный и ровный градиент фиксирую минимум 30 секунд в лампе той же круглой кистью шириной 2 миллиметра намешиваю средний цвет тонкой кистью страйпер прорисовываю усики френча по белому меня будет нюдовый френч а по нюдовому будет белый усики я завожу примерно на две трети ногти визуально делю ноготь пополам и эту половину еще пополам то есть ширина френча не более четверти ногти и затем от усиков скругляю к центру далее круглой кистью шириной 2 миллиметра делаю плавный переход от нюдового к белому прям идеального перехода нам не нужно добиваться так как это слой подложка главное этот слой должен быть тонким не просушивая посыпаем прозрачной мелкой акриловой пудрой и сушим 30 секунд жесткой щеточкой очищаем от остатков пудры и дублируем слой френча на этом слое по акриловой пудре плавный переход получает сам собой у меня очень мелкая акриловая пудра и зазубрена вот этой улыбки френча особо не получается но небольшая хитрость есть можно тонкой кистью провести уже прям перед самой лампой чтобы не было вот этого рваной улыбки просушиваю френч и перекрываю глянцем топом без остаточной липкости топ и дизайн окончательно просушиваю и мой очередной фау маникюр готов что скажете как вам такое сочетание до дизайн и маникюр достаточно кропотливый и муторный но определенно будет хитом и классикой любого сезона времени года и мероприятия как говорят мои клиентки и в мир и в пир и и в добрые люди надеюсь это видео вам понравилось и было полезным не забывайте ставить лайки мне будет очень приятно а также не забывайте подписаться на мой канал если еще этого не сделали чтобы не пропустить новые интересные идеи и до новых встреч до новых встреч